Всем привет, мои хорошие! Наконец-то я начинаю этот влог сама в предвкушении, потому что завтра утром мы с подругой летим в Грузию. Правда, только на три дня. Надеюсь, что этого времени нам будет достаточно, чтобы насладиться колоритом Грузии, попробовать аджарские хачапури, попробовать грузинские хинкали и все остальное. Поэтому мы с вами берем вещей не так много, потому что всего у нас три дня, и вещи, кстати, собирать будем вместе. Так что погнали! Время уже час ночи. Как же я люблю все оставлять на последний момент. И только сейчас я собираю свои манатки, хотя через 4 часа мне уже просыпаться и ехать в аэропорт. Вот такой вот у меня чемоданчик. Точнее, он не совсем мой, он самерен, она мне его одолжила, потому что такого маленького у меня не было. Все мои чемоданы просто огромные, а мы, как вы знаете, летим всего на три дня. Я думаю, что так много всего брать с собой, просто нету смысла. Даже в качестве крема не хочу брать огромную бандуру. У меня есть вот такие пробники. Пожалуй, возьму две штуки или три. Будет достаточно. Вроде старалась по минимуму, старалась компактно, но, как вы видите, не особо получилось. Вот эту палетку взяла просто огромную. Здесь расческа-трансформер. Она, кстати, очень удобная и для сумочки, и для дороги, думаю, будет самое то. Вот красота. И место очень мало занимает. Там пару резинок. Вот эту помаду взяла от Vivienne, саболч, красивый оттенок. Там много помад, блесков разных не стала брать. Зачем, думаю, всего на три дня. Все самое необходимое поместила сюда. Для меня самое сложное выбрать, что же я возьму с собой из одежды. Скорее всего, буду собирать луки. Я думаю, что два лука или три мне будет вполне достаточно. И главное, чтобы они были еще удобные, потому что мы будем очень много гулять по городу. Так, вроде бы все поместилось. Даже пространство осталось лишнее. Остальное мы уже разберемся завтра. Я уже ложусь спать. Время уже без десяти два, а мне нужно в шесть встать. Получается, у меня всего-то навсего четыре часа времени. Но все равно поспать я хочу. Я уже, девочки, проснулась. В качестве сумочки возьму вот эту. Потом долго думала, какую взять, какая сумочка будет под все сочетаться. Потом остановилась на вот этой своей любимой кожаной сумочке. Взяла 400 долларов в наличке и 2000 на карте. Думаю, должно хватить на три дня. Даже не то, что я думаю. Я уверена, что этого хватит. Просто непонятно, что я там буду покупать. Возможно, что-то мне понравится очень сильно. И захочется купить. Поэтому такую сумму беру с собой всего на три дня. Ну и, естественно, на дорожку надо перекусить. В моем случае еще остался тортик Наполеона. Почему-то он не фокусируется. И горячий чай. На удивление, я не опаздываю. Спокойно могу позавтракать. Мамочка, ты будешь скучать? Признавайся. Признавайся. Сына даже не почувствовала, что мать улетает. Маму, Жаня, в Грузию без тебя. Самое главное, паспорт взяла. Кстати, его чуть не забыла. Самое главное, паспорт. Я внизу, болит уже внизу. Ой-ой. Как он так быстро? Прокиньте, за 10 минут умылся, оделся. По завтракам. И уже он внизу. А что за скорость, братьевник? Да, не завтракал. Что тебе привезти из Грузии? Ничего не надо. Сама, приезжай. Как говорила бабушка, Так бабушка, я сама не знаю, что это означает. Это такая молитва. Так как раннее утро, на улице действительно очень холодно. Поэтому снизу я надела вот этот вот теплый свитер. А сверху вот эту штуку из Зары. Так получается хотя бы более-менее тепло. Прогноз погоды я посмотрела. Вроде как в Грузии не холодно. Давно я не вставала. Настолько рано. Как он выйдет отсюда, мне очень интересно. Может на моей машине поедем? Прям нереально выехать отсюда. Здесь на видео я вам не показала, но впереди стояла еще одна машина. Если бы я оказалась в такой ситуации, я бы точно вызвала бы такси. Хозяин Элантера не оставил ни ключа у парковщика, ни номера телефона на машине. Но несмотря на это брат справился. Братильник, это был смертельный номер. Такого я еще не видала. Настроение у меня на высоте. Приподнятое. Паспорт взяла, деньги взяла, ноутбук взяла. Вроде как ничего не забыла. И свой багаж, кстати, я взвесила. Там 6 килограмм. Так что все должно пройти успешно. Жалко, видео не передает всей красоты. Такой красивый рассвет. Очень красивые облака. Сейчас вспомнила, что я в инстаграм ничего не выложила. Еще все впереди можно выложить в аэропорту. Я тоже уже вышла, Самерочка, мы едем. Мы с подругой, можно сказать, одновременно оказались в аэропорту. Несмотря на то, что я сегодня спала всего 4 часа, у меня было потрясающее настроение. Я была полна жизни и радости, что мы наконец-то едем в Грузию. Самера в путешествии даже взяла книгу. Зачем? Только я так и не поняла. Бонтаник, да. Пока мы ждем, я заказала себе капучино. Самерочка латте. Делаем фоточки. Я, естественно, пью всегда с сахаром в обязательном порядке. Стоил, кстати, в аэропорту 8 монат. Так тихо. Убок, сын. Мы уже прошли паспортный контроль и уже сидели в зале ожидания. Момент, который мне показался немножко странным. Меня попросили открыть чемодан и показать науду. Затем его включили и проверили, действительно ли он работает или же нет. Я спросила, почему они это сделали. Они сказали, что если ноутбук не работает, его перевозить нельзя. Про подобные правила я слышала впервые. Они мне показались немножко странными на самом деле. Но мой ноутбук, естественно, рабочий. Я его взяла, чтобы монтировать для вас материал уже в Грузии. Поэтому никаких проблем с этим не возникло. Сейчас сидим, ждём, болтаем о том, о сём. Настроение как пупсик. Кстати, у него новые ноготочки. Давайте вам покажу. Такая нежнятина получилась. Чёткий квадрат, молочный гель и вот такие вот блёстки. Очень красиво пупсика. Спасибо. Как только приеду обратно, обязательно куплю себе вот такой маленький чемоданчик. Он настолько удобный просто. Особенно, если вы едете не в длительные путешествия. Время у нас 20 минут 9-го. Кстати, можно, да, показать? Поздравляем Самирочку с новым приобретением. У неё появился новый малыш. Подожди, как включить, чтобы твои деньги, деньги я не увидела. Вот, здесь Луси красавица. Красавица. Это 15-й айфончик серого цвета. Очень красиво. Поздравляю, пупсик. 15 про макс. Кстати, тут 13 по 14. А, вот, кстати. Тюня, Силья, хорошо. 13, 14 и 15. Нет, я 15-й не хочу. Пока рано. Наглеть не надо. Много планов. На этих красавцах вы просто посмотрите. Уже скучаю. Как будто фотография взята из Пинтереста. Полёт наш длился 1 час 10 минут, но он прошёл буквально для нас как 20 минут. Мы летели азербайджанскими авиалиниями АЗАЛ. Стюардессы были очень приятные, вежливые, очень хорошо обслуживали. И тут я вспомнила свой 10 класс. И тогда я, кстати, мечтала стать стюардессой. Но меня отговорили и сказали, что лучше получить полное высшее образование. И затем уже думать о дальнейшей своей профессии. То есть, стоит закончить авиационную академию и потом уже решать, кем ты станешь. А чтобы стать стюардессой на тот момент, нужно было просто закончить какие-то курсы. И нужно было знание нескольких языков. Возрослев, я понимаю, что это абсолютно не моё. И как хорошо, что я в тот момент своей жизни не сделала выбор в пользу этой профессии. В тот момент мне казалось, что они просто путешествуют, отдыхают, ездят в разные страны. И их работа это просто работа мечты. На самом деле, всё, к сожалению, не настолько просто, как это выглядит со стороны. Это уже сейчас я понимаю. Кстати, в комментариях пишите, возможно, кто-то меня смотрит как раз стюардессой. Спустя где-то 20 минут после нашего вылета, нам принесли покушать. Выбор был между двумя булками. Одна была с сыром, другая с ветчиной. Мы выбрали с ветчиной. Также взяли самый обычный апельсиновый сок. Начинка была просто замечательная, но булка была не первой свежести. И это немного даже чувствовалось. Но, несмотря на это, я всё равно доела её до конца. Внутри был вяленый болгарский перец, ветчина, мак и ещё что-то. В общем, было очень вкусно. И вдруг мы очнулись, что мы уже приземляемся. И уже, наконец-то, мы в Грузии. При приземлении самолёт немного трясся, поэтому получилось снять немножко вот так. Ну всё, мы долетели. Время прошло реально очень быстро. Мы болтали, ещё не успели всем косточки промыть. Уже долетели. Очень быстро. Где-то час. И уже мы, наконец-то, в Грузии. Кстати, в Грузии тоже была ветреная погода, которую я так сильно не люблю. Мне подавали морозы, но этот ветер терпеть я просто не в силе. Порой даже хочется минусовую температуру мороза, но лишь бы не видеть этот ветер. Он как будто въедается в кожу в кости, и ты чувствуешь, например, температуру плюс 5, как минус 15. Теперь нам нужно поменять обязательно денюжки, потому что нужно заплатить за такси, доехать до отеля. Сейчас нам надо разменять денюжки, деньга. Здесь просто очень невыгодно менять запах доллара. Мы решили разменять только 20 пока что. На такси нам хватит пока что. Дальше уже будем решать. Что тут у нас? Здесь работают? Салон-пальня есть? Ой, тоже салон-пальня есть. Лексис. Здесь места нет в Грузии, столько туристов приезжают. Да, действительно дорого, конечно. Ну и бензин дорогой. Бензин дорогой, но почти 4 лар стоит. В два раза дороже бензин здесь. Мы сравниваем. Да, это неправильно. Сразу хочется отметить разницу в цене такси. Естественно, здесь такси намного дороже, чем у нас. Даже, я бы сказала, в несколько раз дороже, чем у нас. Но также нельзя опускать тот момент, что у нас бензин стоит намного дешевле, чем у них. Чем быть в роуминге и экономить интернет? Мы решили взять новые сим-карты, каждая из которых стоила по 60 лари. Там уже безлимитный интернет. Кстати, у нас в Азербайджане ни у одного мобильного оператора нет безлимитного интернета. Так что для нас это просто роскошь. И плюс здесь интернет просто летает. Обалденное качество и скорость интернета. Я прям была в восторге. Я просто в восторге от этого номера. Посмотрите, какая здесь ванная. Прям посередине комнаты. Очень круто смотрится. Еще вот здесь такое зеркальце, в котором можно делать фотографии. Вау! Здесь надо сделать фотосессию в обязательном порядке. Кстати, отель находится прямо в самом центре города. Очень крутое месторасположение. Здесь холодильник также имеется. Интересный вот такой чай, шоколадка. А какая кровать, какое оформление. Я в восторге, честно. Здесь светильники тоже включаются. Мне кажется, очень уютненько. И там, кстати, котик, который очень похож на Двиксика. Да, отель в самом центре, в очень удобном месте находится. О, какой милый! Да-да-да-дам! Я, правда, на фотографиях видела, но в жизни это выглядит гораздо лучше. Очень уютненько, круто. И еще в этом отеле, кстати, безумно приемлемые цены. Честно, первые впечатления о Грузии у меня просто супер. Нам попался такой классный таксист. Реально очень классный. Он нас отвез и на нормальный эксченж, где мы поменяли деньги по выгодному курсу. Также он остановил машину, где мы поменяли сим-карты. И у нас получается безлимитный интернет. И безлимитный интернет нам обошелся 19 монат всего. Представляете? Очень хороший интернет. Очень хороший, да. У них здесь прям все летает. Не то, что у нас целый час ждешь, пока загрузится. Кто не в курсе, хочу отметить, что мы не брали путевку. Мы просто купили билеты, забронировали отель. Кстати, ссылочку на этот отель я вам обязательно оставлю, потому что здесь очень уютно, прикольно. Мне лично очень нравится. Прям задумка классная. И еще плюс, самые бюджетные действительно цены и месторасположение прям идеальное. Самый центр города. Смотрите, что еще я здесь нашла. Здесь есть бомбочка для ванной. За эту бомбочку мы с Амирой, наверное, подеремся. Вместе зайдем. Вместе зайдем, она говорит. Есть выход из ситуации. Чтобы не таскать с собой, мы взяли всего один выпрямитель. Пока она делает макияж, я быстренько выпрямлю волосы. Несмотря на то, что предыдущую ночь не было возможности поспать, спать вообще не хотелось. Существовала только одна цель. Быстренько выпрямить волосы, сделать макияж легенький и пойти гулять. Так как отель находится в самом центре города, очень удобное расположение. Такси вызывать не надо. Спускаешься вниз и там полно всяких классных ресторанов. Кстати, насчет отеля. Если вы тоже надумаете езжать, то обязательно используйте мой промокод «Дайк Эмили». Он вам даст скидку в размере 10%. Я уже, девочки, который день подряд хожу вот в этом просто. Мне настолько нравится. Я прям снимать не хочу. И как всегда мне напишут в комментариях, столько одежды покупаешь, а носишь все одно и то же. Посмотрите, как круто подчеркивает фигуру. Волосы слегка выпрямила. Я думаю, достаточно. Мы уже холодны. Мы уже голодные. Кстати, я вам не показала этот прекрасный балкончик. Можно здесь посидеть, покурить, если вы курите. Но мы, естественно, не курим. Я постараюсь сразу смонтировать этот влог и выложить, чтобы у вас был контент. Чтобы вам было что смотреть. Кстати, на удивление, наш покаж никто не взвешивал. Я строго брала с собой 6 килограмм. Посмотрите, сколько всего у Самира. Мне кажется, у тебя все 10. Посмотрите, сколько косметоз она взяла с собой. Это тебе на год, дорогая? И она говорила, что она минималистка. Посмотрите, сколько всего здесь интересного. Палетка от Urban Decay Naked. Очень странно, что ты не бьюти-блогер. У тебя столько косметоза. Нарс. Вот эти кисточки, как они мне нравятся. Вау. Так, мы уже выходим. Я вот не знаю, стоит ли надевать эту штуку или нет. Здесь вот такие интересные картины. Небольшой диванчик. Видите, кого я здесь нашла. Фиксик. Родственник, Фиксик. Ломочка. Штатки, штатки, я тебя хочу пойти. На его лицо. Мы, значит, гуляем по старому Тебелиси. Достаточно уютненько здесь. Но машины едут с невероятной скоростью. Ах, красота. Красота. И собачки прямо на улице. И флаги грузинские. Мы буквально в двух шагах от нашего отеля находимся. Ой, какие милые. Помогу. Так, теперь надо определиться с местом, где мы сядем покушать. И что именно мы будем есть. Я за аджарские пачапури. Нашли здесь вот такое уютненькое местечко. Вроде, кстати, людей нет. Наверное, не сезон сейчас в Грузии туризма. Я так понимаю. Нам сказали, что если мы сядем на веранде, то поменять место, к сожалению, не получится. Но мы решили, что все равно мы хотим посидеть с таким вот видом. На этом канате надо покататься в обязательном порядке. Давай аджарский. Давай слишком много не будем брать. А попробуем в разных заведениях. Давай маленький. Давай маленький. А сколько стоит маленький? Ну, отличная цена. 10 манат, 45 копеек. Мой любимый. А попить что возьмем? А только эту можно. А, фенкалы. Что? К нам подошла официантка и сказала, что заказ подготовлено только через час. Странно. Людей действительно в заведении очень мало. Но нам сказали, что заказов много и придется ждать целый час. Приняется 17. Поскольку. Но мы решили засечь время и посмотреть, действительно ли будет час. Или они управятся намного быстрее. Кстати, мы тут посчитали. Оказывается, грузинские линкали здесь стоят дороже, чем у нас. Но может быть, это потому, что в центре. Хотя у нас в центре также стоят. Рус-минус. Здесь так атмосферно. Не знаю. Не передать словами. И погода еще классная. Я прям кайфую от людей. От всего. От тебя. Да. Мне, кстати, в комментариях говорили, вот только ты начнешь путешествовать и все. Айку не остановить будет. Возможно. Возможно. Снимала это видео в ускоренном режиме. Но даже учитывая этот аспект, можно заметить, что машин не так уж уже много. Баку машина стоит намного дороже. Точнее, у нас растаможка стоит очень дорого. Но, несмотря на это, мне кажется, у нас раза где-то в три машин больше. Здесь я не заметила этих адских пробок, как у нас. Есть места для парковок. Да и вообще как-то места много на все. Хочу вас немного сориентировать по ценам. Что здесь есть интересное. Классно, что есть фотографии. Я очень люблю, когда есть фотки. Видно, что конкретно тебе придет. Хотя не факт, что все придет в таком виде. Но все же. Меня всегда это радует. Хинкали грузинский. Минимальный заказ 5 штук. Вот ради чего я здесь. Аджарские хачапури. И стоит он, получается, маленький 16,50. А большой 19,50. Маленький 10 манат. Здесь написано 16,50. Нет, манат. А, я в этих говорю в ларе, потом я переведу в манаты. Скорость интернета просто на высоте. Очень крутой интернет, действительно. Я вам, наверное, в этом влоге только буду нахваливать Грузию. Со всех сторон. Я не знаю, действительно ли прошел час. Ты посмотрела на время? Нет, полчаса. Нет, гораздо быстрее нам привезли. Хачапури по-аджарски. Выглядит очень-очень аппетитно. Пахнет, кстати, тоже. Мы просто забыли про напитки. Ну что, Паша, я уже не могу. Что, надо макать? Смотри. Вкусно. Я не знаю, мы голодные или реально. Как это вкусно. Просто невозможно. Как дикари мы напали. Еще грузинских кальбер, смотри. Мы сейчас разорвем. Вот хачапури. Вот здесь сейчас чая не хватает. А мне лимонет. Мы просто разорвали этот хачапури. Чай вот так вот в стаканах здесь подают. У нас обычно... У нас я такого не видела, если честно. Что вот так вот кипяток. Но зато чашка большая. Это тоже хорошо. Лимончик сюда же. Наконец-то грузинские пингари. Это с сыром у нас получается, с грибами и с мясом. Нет, с грибами нет. А, с мясом и с сыром. И это что такое было? Я хочу попробовать с сыром. Выглядят они, конечно, очень красиво. Готовил профессионал. Как это вкусно. Очень отличается от наших местных. Супер. Именно тесто. Тесто другое. Вот я тоже это хотела отметить, что тесто именно отличается. Я просто не знаю, как словами передать вам, насколько это было вкусно. Как сказали нам местные, здесь недвижимость тоже стоит недорого. Поэтому ради этих инкалей я переезжаю к вам. Немножко похолодало. Самое время. Вот такие они красивые получаются. Очень отличается тесто. Это у нас по-другому готовят. Они тонкие, очень тонкие. Тонкое тесто. И как будто здесь еще плюс какой-то компонент, который делает их супер гладкими. Я тоже хотела сказать. Вот реально очень гладенькие они такие. Все просто прикольно. Вообще, естественно, бульон надо выпивать, но здесь я его немножко разлила. По нашему столу можно понять, что нам действительно все очень понравилось. Еще можно было сесть здесь внутри. Такое ощущение, что ты находишься в квартире. Достаточно уютненько. Короче, здесь есть такой базар. Прямо внизу этого ресторана. Мы оставили там чаевые, но я бы не сказала, что прям обслуживание было на высоком уровне. Да, даже средней не могу назвать это, но все равно мы оставили. Будем это хвалиться. Там что-то продается интересное. Надеюсь, здесь можно снимать. Пока что никто нам замечаний не делал. Значит, можно. Все, что нельзя, все можно. Какие-то яблочки. Я тоже думала, что это такое. Это яблоки? Пестик. Здесь мед продается. Здесь какая-то группа афроамериканцев. Что-то обсуждают. Точнее, им что-то объясняют. Идем дальше с вами. Идем. Здесь, кстати, копейки. Это как базар. Можно что-то здесь, я так понимаю, купить. На память кому-то. Самый, мне кажется, огромный плюс, отличающий от нашего города, это то, что ты спокойно все снимаешь. Никто тебе ничего не говорит по этому поводу. Специи тут всякие. Интересные даже упаковки. Такие магнитики, мне кажется, лет 10-15 назад были очень-очень популярны. Все куда бы ни ездили, привозили на память. Но сейчас, на мой взгляд, они потеряли прежнюю актуальность. Поэтому даже не знаю, стоит ли их покупать или все-таки нет. Потому что на холодильник уже никто подобные вещи не клеит. А просто в шкафу пылится. Стоит ли брать или... Ой, ой, ой. Мы ничего не видели. Вау, здесь есть старинное серебро, как я понимаю. Очень интересные изделия из эмали. Красиво смотрится. Надо еще поинтересоваться по поводу цен. И можно ли оплатить покупку картой. Возможно, даже это ручная работа. Но не знаю, насколько я смогу носить подобные изделия. Интересные брошки, аксессуары. Достаточно старинного вида. Смотрится классно. Даже не знаю, что купить. Что-то купить я, конечно, хочу на память. А вот что именно, пока что определиться не могу. Это тоже, я так понимаю, ручная работа. Такая джинсовка. Глиняная посуда. Цены вроде как здесь указаны. Но я просто понять не могу, что сколько стоит. Но это, видимо, ручная роспись. Интересные картины здесь продаются особенно. Мне понравилось вот это. Какая феминистка рисовала эту картину. Очень красиво. Прикольно, да? Аппетитные формы. Возможно, я ошибаюсь. Исправьте меня в комментариях. Мне почему-то кажется, что я внешне очень похожа на грузинку. Если даже не прям чистая грузинка, но меня можно с ней спутать. Я не славянка, не азиатка, но, несмотря на это, прохожие сразу понимали, что я не местная. Даже если я молчу, ничего не снимаю, иду одна, все равно окружающие понимали, что я не местная. Подходили, сразу предлагали какие-то экскурсии, эксчейндж, на лодке покататься. Мы выбрали катер и заплатили за это 40 ларин. Стоимость уже включена в вино, чай или, например, кофе. Что-то одно можно выбрать. Мы выбрали кофе, это оказался обычный американо, достаточно горький. Но что я хотела за такие? Я ваш, сейчас утонем. Короче, вот тут лакшевиотах, кроме нас, никого. Заказали еще кофейку. Ой, красота. Красота. Людей, кстати, мало, и это даже большой плюс. Ты что, собралась? Ты что, собралась водить? Да. Нам повезло, и несмотря на ноябрь, погода в Грузии была просто замечательная. Горячий кофе тоже был очень в тему, и еще нам предложили теплые пледы. Мы буквально минут пять подождали, и к нам еще присоединились два туриста араба, и мы уже отправились в Пусть. Я всегда думала, что именно у нас так много туристов арабов, но, поехав в Грузию, я поняла, что арабы абсолютно везде. Красота они жизнь. Мне кажется, они всю свою жизнь чисто путешествуют и тратят свои деньги. И, к сожалению, видео в полном объеме не передает вам тот вайб, который был там. Я сейчас пересматриваю эти кадры и прям реально скучаю по этому моменту. Нам еще дали теплый плед. Вообще, этот блог должен быть информативный, он должен рассказывать про красоту, про места. Но, честно, у меня гида с собой нет, поэтому я вам просто показываю, что мы делаем здесь. Прогулка на катере длилась около 20 минут, но, на мой взгляд, этого вполне достаточно. Меня очень заинтересовали эти дома, которые прям стоят на обрыве скалы. Неужели им не страшно жить в этих домах? Я все это снимала на свою камеру Canon J7X, и один из арабов очень внимательно смотрел на весь процесс. Потом на английском задал мне вопрос, ты, наверное, блогер. В таких ситуациях обычно я не признаюсь, потому что не хочется потом целый час объяснять, показывать свой канал, рассказывать про это. Так разговор очень сильно затягивается. Я сказала, что нет, и он меня спросил, ну а как же эта камера? Это камера блогеров. И тут я поняла, что парниша все-таки шарит. Но я все-таки стояла на своем и сказала, что просто чисто на любительском уровне снимаю свое путешествие. Я думаю, навряд ли араб знает про существование моего канала, и он смотрит меня. Я думаю, что чисто по камере он сделал такие выводы. И действительно, эта линейка Canon специально для блогеров. Она называется даже влоговая камера. В простонародье ее называют именно так. Легенький ветерочек, слегка дует, так атмосферно, так классно. Если поеду в Грузию, обязательно повторю. Еще плюс, если сравнивать с другими странами, в Грузии действительно все намного дешевле. Но если чисто с Азербайджаном сравнивать, цены одинаковые будут, плюс-минус. Так что, если ваш бюджет ограничен, а куда-то хотите обязательно поехать, то Грузия это отличный выбор на мой свет. Нас высадили около этого моста. И еще, кстати, такая характерная особенность, которую я заметила. Мне показалось, что грузины невероятные патриоты. В каждой машине грузинский флаг. Люди просто на свои балконы вешают свои флаги. Или просто футболки с флагами. И это очень классно смотрится со стороны. Смотрите, какой булочкой здесь лежит с флагусям. Еще вот здесь. У нас, кстати, такого нет. Ой, какой красавчик. Какой колоссавчик. На волка похож. Какие глаза у него. Какие глазки. Как будто в линзах он. Как будто он в линзах. Смотрите, какие интересные мороженки здесь. Здесь есть вот такие пончики. Но я чего-то хочу другого. Мне не хочется сладкого. Я уже обожралась. Хочется горячий чайок и что-то рядом. А что именно, я сама понять не могу. Тут, значит, мороженка разная. Разных цветов. Смотрите, какие интересные варианты. Вау, просто он был порогромный. Мы уже пришли в номер. Быстренько покажу вам небольшие покупочки. Пока подруга не убрала это все и не съела. Купили вот такие вот сухайки. Купила такой киндер-сюрприз. Буду распаковывать. Посмотрим, что здесь внутри. И, конечно же, взяли Милка. Что касается цен, на мой взгляд, в супермаркетах цены плюс-минус такие же, как и у нас. Вот это яйцо я даже перевела на азербайджанские манаты. И оказалось, цена абсолютно идентична с Баку. Сейчас бы после этой прогулки наполнить ванну горячей водой и лежать. Кто тоже любит лежать в ванне, признавайтесь. Я обожаю. Не представляю, что в моей квартире есть только душ, нет в ванной. Как можно жить без ванны? Я не представляю. Посмотрим за первый день, сколько бабок мы потратили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семьсот пятьдесят. Семьсот девяносто. Семьсот. Семьсот девяносто, получается, у нас осталось. Семьсот пять монат потратили? Не монат, Ларе. Так классно, когда только заходишь в номер, он такой чистый, аккуратный, приятный. А потом твои вещи валяются по всему номеру. Первый день не подошел еще к концу, но мы потратили... Сто семьдесят четыре. Сто семьдесят четыре моната. Сто долларов. Считай, сто долларов потратили за один день. В принципе, это немного. Семьсот за один день. А еще ты куда-то собираешься? Конечно. А она еще куда-то собирается. Еще плюс. Мне надо... Хотя, может, монтировать я буду, когда вернусь? Нет. Здесь монтируем, чтобы ты посмотрела? Я только уже... Если я сейчас сяду монтировать, мне надо минимум четыре часа на монтаж. Минимум. Четыре часа. Даже больше. Иногда бывает пять-шесть часов уходит на монтаж. Поэтому, я думаю, может быть, лучше скинуть все на компьютер и продолжать снимать контент. Какие вкусные сухарики. Просто мечта. И тут я смотрю, что можно заказать на Трэндиорио. Столько всего интересного. Я начинаю монтировать. Здесь, кстати, есть вот такие стаканчики. Я, пожалуй, возьму бокал. Мы, кстати, здесь в супермаркете нашли такую необычную фанту. Экзотический лайм, лимон и апельсин. Вкус напоминает грейпфурт. Я немножко помонтировала влог и поняла, что это все дело затянется. Поэтому решила продолжать снимать. Тем более, мы хотим покушать. Сначала была идея заказать из вольта. Но, с другой стороны, зачем мы в Грузии, если мы заказываем из вольта? Лучше уж пойдем и покушаем в каком-то заведении. Тем более, в последний раз, когда мы кушали грузинские хэнькали, это было настолько, ребят, вкусно. Это было шедеврально. Я хочу это повторить. Я хочу это повторять каждый день, пока я здесь. Еще Самира хочет попробовать харчо. Я не хочу, потому что это острое блюдо. Я острое не люблю. В общем, сейчас посмотрим, куда пойдем. Вас я, естественно, беру с собой. Как здесь вкусно пахнет. Это нечто. Мы посередине, да, рту даю. К сожалению, вечером камера снимает не очень, но все равно мне хочется показать вам этот прекрасный вид. Жалко, видео не передает запахи. Здесь реально очень круто пахнет. Посмотрите, что... А что это? Лаваш. А, это кислая пастила. А здесь чурчхелла. Это обязательно надо купить. Но это давай на обратном пути возьмем. Здесь тоже есть. Я однажды пробовала. Это действительно очень вкусно. Внутри здесь орешки. Не знаю, почему разных цветов, но на обратном пути обязательно надо взять. Просто сейчас мы идем в ресторан, нет смысла это брать все с собой. Дорого на самом деле, но, наверное, это связано с тем, что это как раз-таки туристическая зона. Вот такой лаваш стоит 10 монат. Здесь 4 штуки. Ну, я куплю как. Когда обратно будем возвращаться, надо взять обязательно. Кстати, дизайн их ресторанов немножко отличается от наших. Вот так вот как-то все простенько. Подружка заказала харчо. Посмотрим, насколько это будет вкусно. Очень остро. Интригующе. Харчужа подали. Какая-то выглядит койбла. Огромное мясо и очень острый суп. Но он нереально круто пахнет. Дегустация. Внимание, гурман пробует. Ну что, остро? Не остро? Нет. Не остро. Ярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярьярья. . Еще нам принесли вот такое блюдо называется натуки. Оказывается, это сыр. Очень необычный, кстати. И внутри здесь горок. Пока что не пробовали. Будем дегустировать. Подружка уже не довольна мясом. Она говорит, что очень крепкое мясо. Сейчас попробуем разрезать, получится ли его. Ой, ой, ой. Видно, свежие. Очень большой кусок. Ну да. Я жду пока что свои грузинские фангали. Наконец-то. Но тут, кстати, как в Азербайджане, к сожалению. В предыдущем заведении было по-другому. Да, все, я возвращаюсь. Завтра утром мы завтракали там. Там, не знаю, мне больше прям понравилось. Эти тоже неплохо, но они больше похожи на наши местные. Сейчас еще на вкус надо посмотреть. Там дальше видно будет. Тут за соседним столиком сидят турчанки. И никак не могли объяснить, чего они хотят. Тут вмешалась, конечно же, моя подружайка. Полиглоты. В этот момент она кушала мясо. И начала объяснять, что к чему. Помогла сделать заказ. Так что, в общем, пробуем. У меня три получается с мясом. И два с сыром. Но внешний вид изначально что-то мне не очень их нравится. Но они крупнее. Не вкусно? Не настолько вкусно, к сожалению. Кстати, насчет турчанок за соседним столиком я просто обязана вам это рассказать. Так как они изъяснялись на турецком, я сидела рядом и все понимала, что они говорят. Грузины христиане, а турки, естественно, мусульмане. Поэтому девчонки прям активно пытались выяснить, есть ли в составе грузинских хинкалей свинина. И казалось бы, что здесь необычного? Не хотят есть свинину. Окей. Но свой заказ они завершили двумя бокалами вина. Нам, пожалуйста, грузинские хинкали без свинины в обязательном порядке. И два бокала вина. Не знаю, мне лично это показалось немножко даже смешным. Это меня настолько улыбнуло, но я не подала виду. А так девушки были очень ухоженные, красивые, добрые. От них веяло каким-то позитивом. Когда они узнали, что мы из Баку, предложили сесть за один столик, поболтать, покушать вместе. В общем, были расположены максимально просто дружелюбно и позитивно. Но мы вежливо отказались, потому что нам комфортнее было вдвоем. Ну а еда здесь была тоже вкусная, но не сравнится с предыдущим заведением. Я не знаю, что они там творят, но это нереально вкусно. Здесь тоже вкусно, ничего плохого сказать не могу. Но предыдущее заведение прям запало мне в душу. Несмотря на то, что эти два заведения находятся почти напротив друг друга, цены вот в этом заведении гораздо ниже, чем в предыдущем. И еще здесь нету платы за сервис. Кстати, о сервисе, точнее о его отсутствии. Я не знаю, как правильно вам сформулировать. В общем, официантка подходит ко мне и говорит, что тебе надо? Я думала, сейчас мне дадут с ноги, но как оказалось, девушка просто очень плохо знает азербайджанский, и она не знает, что подобная форма обращения звучит достаточно грубо. Сначала я подумала, что на меня чисто наехали, но потом я поняла, что она не так хорошо говорит на азербайджанском и неправильно формулирует свою мысль. Потому что к турчанкам она обратилась точно так же. А вам что надо? И вот тогда я поняла, что проблема не во мне, а просто она не знает. Из-за незнания просто так говорит. На этом наш день завершился. Он был полон приключений. Я постаралась оставить максимально много. Получилось около 40 минут. Надеюсь, что вы досмотрели этот влог до конца. И не пожалеете, поставите лайки. А еще ближайшие два дня вас ждут еще два очень интересных влога. Особенно последний день. Там в Дьюти Фри я просто разогналась до максимума и купила столько всего. Берегите себя. Не забывайте, что я вас очень сильно люблю. Ставьте лайки. С вами была Айка Емили. Пока!